Всем здравствуйте! С вами на связи Еленя Монотиаду. Я приветствую вас на своем канале. Сегодня мы с вами рассмотрим расклад, который называется «Дерево жизни», взят он из книги Чака Спицано. Задача этого расклада – посмотреть непосредственно наши негативные сценарии. Я помню, что у меня по программе есть такой расклад, да, рассмотреть негативные сценарии, вот, и я его обязательно сделаю по позициям. Но сегодня я хочу сделать очень глубокий такой расклад, экспериментальный, на одну позицию. Почему он экспериментальный? Потому что он действительно глубокий, и я так понимаю, что по времени будет достаточно объемный, поэтому сделать на две позиции, ну, это будет слишком, слишком, да, так скажем. Я обещаю, что я сделала обязательно расклад про негативные сценарии по позициям такой более легкой. Задача же сегодняшнего нашего расклада, что сделать? Посмотреть сценарии, с которыми мы рождаемся, которые мы пишем, да, у нас будет 11 пунктов, которые мы будем рассматривать, негативные сценарии, как, во-первых, какие они, да, постараюсь более подробно и глубоко рассмотреть эту тему, и обязательно, как их можно будет проработать. И что я хочу от вас? Поскольку это общий расклад, и там будут звучать такие вопросы, как проблема на уровне души, я не хочу, чтобы вы перетягивали этот расклад на себя и считали, что, ну, я не знаю, там, условно говоря, да, полторы тысячи людей, если посмотрят этот расклад, что прям вот этот сценарий ко всем подходит. Нет. Задача данного расклада просто, чтобы вы услышали информацию, и то, что вам отзовьется, то, что вот вас как-то, вы почувствуете, что это ваше-ваше, просто подумать на эту тему, да, то есть не надо прям примерять на себя 100%, чтобы расклад совпал. Ну, это не тот вариант, когда нужно, прям, нужно 100% совпадение. С одной стороны, это, так скажем, демо-модель, если вам понравится этот расклад, вы можете прийти ко мне на индивидуальную консультацию, мы с вами этот расклад сделаем непосредственно для вас и посмотрим вот индивидуально-индивидуально прям ваши сценарии. Для информации хочу сказать, что где-то с июня месяца, точно не знаю, когда, ну, я имею в виду, в какой период, я подниму свой ценник на индивидуальную консультацию, поэтому, если хотите прийти до поднятия цены, у вас, значит, есть период примерно два месяца. Имейте это в виду. Также хочу прокомментировать быстренько один вопрос, который звучал в комментариях о том, что окей, Елене, мы вскрываем сценарий, это все понятно, а что нам делать дальше, да, то есть как работать с этим. Вот для этого есть как вариант, это пятничная акция, где вы можете прийти и задать вопрос, понять, да, с чем можно поработать. То есть, конечно же, за 10 минут вы не получите развернутый ответ, ну, хоть как направление, да, какое-то, вы сможете это сделать, либо прийти на индивидуальную консультацию. Почему я не рассматриваю это в общем раскладе, я объясню. И это очень важно сейчас, то, что я хочу сказать, потому что каждый человек, в моем понимании, он настолько уникален и индивидуальный, и я, как правило, второ, не рассматриваю вопросы, советы. Вы это видели в раскладах редко, когда я говорю совет вам, да, что вам нужно делать, почему. Потому что в этом и заключается урок каждого из нас, найти свой способ, найти свое собственное решение. Это и есть смысл и задача. То есть задача, например, всем дана, и условия задачи всем даны одинаковые. Но как каждый из нас будет ее решать, доказывать свою собственную теорему, в этом и заключается смысл нашего урока. И это я еще к чему говорю, к тому, что, конечно же, я могу поделиться собственным опытом, да, допустим, как я решаю какие-то задачи, да, как я прорабатываю свои сценарии. Но я уверена, что процентов 80 вам это не подойдет. Причина потому, что вы настолько уникальны, каждый из вас. И то, что работает у меня, у вас может не сработать. И вам это не нужно, потому что во Вселенной мы не клонируем друг друга. А во Вселенной мы должны найти свою уникальность, свой способ. Я, например, прорабатываю исключительно все через осознание и понимание. Я такой человек. Мне важно понять, как и что работает. Желательно, чтобы это было наглядно. То есть мне недостаточно, чтобы мне кто-то сказал, сделай вот так, например, сделай эту практику, у тебя получится. Нет. Мне нужно понять, как это работает, да, найти какие-то доказательства. И только после этого я буду делать. То есть если я сначала не найду какое-то логическое объяснение чему-то, я не буду приступать к тем или иным практикам. У кого-то это, может быть, работает там на авторитете. Где-то послушал, все, я доверяю и начинаю делать. То есть здесь пути разные. Именно по этой причине я не советую и не рекомендую. Потому что я не знаю, что нужно вам, да. То есть какой урок вы проходите сейчас. И на самом деле в этом-то и заключается ответственность каждого из нас. Найти свой способ, доказательство той или иной теории, либо теоремы. Это причина. То есть, ну, я просто объяснила, почему я не люблю давать рекомендации. Это с одной стороны, ну и с другой стороны, это проявление гордонии. И я всегда говорила, насколько я уязвима в этом плане. Поэтому я стараюсь держаться на дистанции. Я не тот человек, который будет рекомендовать и советовать, что нужно сделать. Я могу указать вектор, на что нужно обратить внимание. Но как решать данную теорему, либо ее доказывать, это ваша задача. Имейте это в виду, что вообще это вот модель такая, да, что когда мы просим, покажи, да, как сделать. Вот на вопрос, как мой учитель, Ольга Веремеева, всегда говорила о том, что как можете, так и делайте. И это на самом деле очень мудрый совет, потому что здесь вопрос в том, что когда мы говорим, а скажи ты мне, как мне сделать, это перекладывание ответственности. А где наша взрослая позиция? Просто подумайте над этим. И это не значит, что если я ищу вопрос, как я к тебе обращаюсь, скажи мне. В идеале было бы, наверное, лучше задать вопрос немножечко иначе. Что мне поможет найти этот ответ, да? Что я должна сделать, чтобы решить это? Вот больше акцент мы делаем на себя, а не на другого человека. Хорошо, я разделила колоду, как вы видите, на две стопочки. Это темные истории, это светлые истории. В данном раскладе мы рассматриваем темные истории, это непосредственно наши проблемы, наши теневые аспекты. Это те сценарии, с которыми мы родились, почему именно негативные, потому что если бы они были позитивными, на ними работать не надо было. Вот, а нам все-таки нужно понять и определиться, да, с какими задачами мы пришли. И поэтому мы будем рассматривать их на теневых сценариях. Еще один момент, прежде чем я начну расклад, потому что это имеет отношение непосредственно к раскладу, когда кто-то может сказать, что я этот сценарий уже проработала, либо проработал. И скажу из собственного опыта, что я поняла. Я поняла, что проработать полностью сценарий нереально. Я объясню почему. Потому что проработав какой-то аспект этого сценария, он как, знаете, как цепочка. То есть мы прорабатываем какое-то звено, и нельзя сказать, что мы проработали всю цепь. Мы проработали лишь какую-то часть, потому что проработав что-то одно, из этого вытекает другое. То есть даже не полностью проработав, а пройдя какой-то этап данного звена, оно нас выводит на какому-то другому звену. И не факт, что после второго звена мы снова не вернемся к первому, доработав. То есть здесь нету линейности. Я хочу, чтобы вы понимали, что нет вот этого проработа, поставила точку, пошел дальше. В сценариях нету линейности, есть многоуровненность. Я бы сказала, что она идет вот так, она не идет линейно, развитие идет вертикально. Поэтому, вскрыв какой-то один слой, мы можем пройти какую-то большую часть, перейти сразу на другой слой, потом снова вернуться, потом перепрыгнуть. То есть развитие, оно не линейное. И поэтому, когда я слышу, что я все это проработала уже, и все такое, с моей позиции, это субъективная точка зрения. Я всегда говорю, у меня точка зрения субъективная. Исходя из собственного опыта, что не есть истина, да, это моя иллюзия. Вот моя иллюзия говорит как раз таки, и мои глюки говорят о том, что проработать, вот именно чтобы проработать и поставить точку, такого я в себе не могу отследить. Что вот я сказала, например, что я проработала зависимые отношения. Смотрите, еще раз скажу. Да, формат зависимых отношений может быть проработала, но мышление зависимое я не проработала. Потому что зависимость, она может проходить по многим сферам. Поэтому сказать, что формат зависимых отношений ты проработала, да, я их осознала, я поняла, как это работает и для чего мне это надо было. Но это не факт, что у меня не может быть зависимого мышления непосредственно в еде, да, либо в каких-то удовольствиях, либо, я не знаю, физических каких-то нагрузках и так далее и тому подобное. Например, с финансами. Не важно, это тоже зависимости. Пускай они проявляются иначе, но полностью, исходя из того, что я говорила ранее, полностью проработать нереально. Поэтому не переживайте, что иногда я читаю в комментариях, что вот я много работаю, 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 блин, где конец, край. То есть я этот сценарий вообще когда-то проработаю или нет. Какую-то грань, какой-то аспект, да, мы прорабатываем. Но полностью сценарий нет, потому что это какой-то, знаете, такой вектор направления, который тянется на протяжении всей нашей жизни. И он как будто бы, знаете, как этот апгрейд, обновляется, да, как-то улучшается, модифицируется. То есть становится каждый раз более сложный и сложный и сложный. Хотя сценарий один, он многоуровневый. Поэтому сегодня, когда я буду рассматривать, к чему я говорила, к тому, что я сегодня буду рассматривать по каждой позиции негативные сценарии, я интуитивно посмотрю, сколько сценариев может быть. Но это не факт, что, допустим, здесь один сценарий, либо два. Их может быть и пять, а может быть и три. То есть если бы это была индивидуальная консультация, я бы сказала лично вам, сколько здесь сценариев основных вы должны проработать. Но поскольку это, условно говоря, демо-версия для размышления, да, то количество сценариев на каждой ступени, да, на каждой позиции, так скажем, оно будет, ну, идти интуитивно. Ну вот, мне кажется, я рассказала основные моменты, на которые нужно будет обратить внимание. Просто расклад действительно глубокий. Вот. И делаю я его впервые, поэтому немножечко волнуюсь как человек, конечно же. Но посмотрим, что из этого получится. Итак, первая позиция, первый сценарий, который мы рассмотрим, поскольку расклад называется «Дерево жизни», у каждого дерева есть основа. Основа – это, как правило, наши корни, да. Поэтому первая позиция называется «Корень», и она нам покажет, какая основополагающая проблема, либо проблемы у нас есть на уровне души. То есть с какой проблемой, либо с какой задачей наша душа, на уровне души, да, наша душа пришла в этот мир. И потом мы посмотрим шанс на исцеление в этой жизни, да, то есть как мы можем исцелить этот сценарий. То есть, условно говоря, что он нас сдерживает, да, что вот на протяжении всей нашей жизни, на протяжении всего нашего дерева, с чем мы вот этот каркас будем сталкиваться. Вот я чувствую, что здесь нужно будет вытащить три карты, это будет три сценария. Мы их разберем. Если нужно будет дополнить, я дополню на вторую темного света. Итак, с какой задачей, с какой проблемой, да, основной, с основным сценарием вы пришли в это воплощение? Вытащим три карты и будем их каждую рассматривать. Я, наверное, сюда поставлю, видно, да? Итак, первый сценарий. Первый сценарий у нас называется «Кошмар». Это сценарий, который говорит о наших каких-то внутренних драконах. Знаете, мне здесь хочется сказать, это сценарий как раз-таки непосредственно неких таких иллюзий, которые мы сами себе напридумывали. То есть это такой сценарий, который в некой степени вымышленный. То есть все проблемы, с которыми вы будете сталкиваться на протяжении всей вашей жизни, они будут основываться на некой такой иллюзии, на некой такой придуманности, на неких страпах, но которые не имеют под собой какую-то почву. Вот мне хочется уточнить здесь, на этой колоде, о каких кошмарах, да, если так можно посмотреть, о каких кошмарах здесь идет речь. Здесь кошмар идет непосредственно нашего развития. Да, скорее всего здесь речь идет о некой такой стабильности, когда вы будете желать достигать непосредственно на своем пути развития некой такой стабильности. Это ощущение того, что вот я сейчас что-то сделаю, да, я получу этот результат, а потом буду им наслаждаться. И вот здесь вот как раз-таки происходит вот разрушение, то есть казалось бы, что в тот момент, когда я получаю какой-то результат, неожиданно происходит такая ситуация, и она рушит. Это, знаете, как песочные такой домики, да, вроде бы выстроило, да, все так красиво, и казалось бы, что все, теперь я буду радоваться как-то украшать этот домик на песке, и вдруг неожиданно приходит волна, и она, гопа, и поломала этот домик, и приходится строить все заново, заново. Задача здесь этого сценария понять, что жизнь на самом деле по императрице – это движение. То есть это не достижение какой-то стабильности, то есть я хочу получить результат для того, чтобы, и так далее, и так далее. А здесь именно понимание, осознание, что жизнь – это движение. То есть мы не делаем что-то, чтобы получить какой-то результат, потому что результат, он точно так же, как и оргазм, там 30 секунд и прошел. Но сам процесс, да, именно получения вот этого вот удовольствия, вот это и есть жизнь, движение. То есть смысл заключается здесь непосредственно в том, что развитие – это процесс, и то, как мы к нему относимся, непосредственно к процессу, это и будет наполнять нас неким таким смыслом жизни. А здесь сценарий кошмара, он как раз говорит о том, что вы заточены на некий такой результат, что я хочу прийти к некой такой стабильности, к некому такому достижению чего-либо. А вам показывают, что это не совсем правильная позиция. Стремление к чему-либо – это лишь понимание направления, да, в каком направлении мне нужно двигаться. Но задача заключается здесь, в данном случае, непосредственно в развитии. То есть когда вы будете делать акцент на то, чтобы искать новые шансы, да, постоянно что-то развивать, постоянно чему-то учиться, двигаться, находиться в неком движении в своей голове, убирать и разрушать всевозможные модели, которые уже отжили. То есть не опираться на тот опыт, который вы получили, например, когда вам было там 9 лет, а непосредственно опираться на момент здесь и сейчас, то, что вы сейчас ощущаете, то, что вы сейчас понимаете. Потому что когда вы опираетесь на то, что уже случилось однажды, и вы получили какой-то опыт, получается, что вы клонируете, повторяете, да, копируете модель того, что у вас было в прошлом, а в этом нет развития. То есть если вы делаете то же самое, опираясь на опыт, я не знаю, того возраста, когда вам там, ну, лет 10 назад, либо 5, да даже год назад, да, это будет не совсем правильный подход, потому что здесь на ситуацию нужно смотреть каждый раз, как будто бы это была новая ситуация. Здесь по башне постоянное будет разрушение. То есть тот момент, когда вам кажется, что вот я уже все понял, да, я уже достиг чего-то, в этот момент будет происходить ситуация неожиданно, когда будет случиться некое такое разрушение, и вы останетесь заново ни с чем. Не потому, что вас не любят, а потому что вам хотят показать, что, окей, ты построил, ты понял, как нужно вот этот вот формат строительства, что нужно сделать, теперь разрушаем, попробуй создать это по-другому. Каждый раз новые способы, каждый раз, здесь идет как раз по этому формату расширение нашего сознания, расширение, в этом-то и заключается свобода, да, то есть в ощущении того, что я не держаться за то, что уже чего-то достиг и чего-то понял, а именно в процессе каждый раз построения чего-то нового. И вот в этом формате, в этой истории, да, у вас будут периодические кошмары, вот эти вот страхи. Страхи того, что, скорее всего, это то, что ограничивает ваше развитие. То есть задачу мы рассказали, да, о том, что нужно будет непосредственно ко всему относиться именно как к процессу движения. А останавливать вас в этом сценарии будет вот этот страх, вот этот кошмар. Как же, какой сценарий будет как противоположность, да, как антипод тому, что нужно же делать вам, как проработать этот сценарий кошмара, потому что, еще раз повторюсь, он будет на протяжении всей вашей жизни идти. Вот, выпала карта готовности. Вот как раз-таки, как тороплю, сейчас, вот, карта готовности. Видите, когда человечек уже открыл занавес, да, открывает непосредственно вот сознание своего ума, что такое сознание, это отсылка идет непосредственно к нашему уму. Наше сознание, наш ум, не разум, а ум, он работает как раз-таки в контексте оценочной позиции, да, в контексте некой такой классификации разных вещей для того, чтобы было понимание, как жить. И вот здесь вот вопрос как раз-таки исцеления наших кошмаров. И говорится о том, что, когда вы будете входить в позицию некой такой готовности, что я не привязываюсь ни к чему. Да, у меня есть желание. Да, я хочу, допустим, иметь семью. Я хочу, например, иметь какой-то стабильный бизнес. Но я за это не держусь. Имейте в виду, потому что башня будет всегда разрушать то, за что вы держитесь. Специально, чтобы вы как раз-таки входили вот в эту позицию готовности. То есть я готов либо готова отказаться. То есть у меня есть желание, но я не привязываюсь к этому желанию, к этому намерению. То есть будет хорошо, не будет, тоже хорошо. Это тоже для чего-то дано. И когда вы будете входить вот в эту позицию, я готов отказаться. Но мне, как бы вам сделать так, чтобы вы поняли эту разницу. Не то, что я готов быть в бедности, да, А знаете, есть, на примере смерти покажу. Есть желание умереть, да, то есть все, суицид. Я не хочу жить, я расстроился, и все, я пойду повешусь. А есть готовность. То есть я каждый день завершаю все свои дела таким органом, что если, допустим, сегодня ко мне придет моя смерть, у меня не будет ощущения того, что, о, я это не успел, то не сделал, пятое, десятое. Вот про эту готовность я говорю. Но это не говорит, что я готов умереть, ну, то есть закончить свою жизнь. Нет. Это состояние готовности, некой такой завершенности, что каждый день мой, в конце его дня, да, есть вот это ощущение, что я сделал все по возможности, что я мог на сегодня. А завтра я посмотрю. Вот это вот состояние, это вот, это как-то готовность, она мне напоминает аркан мира, когда мы открываем, мы открыты ко всем абсолютно возможностям. И у нас здесь не включается, почему это позитивная история? Потому что здесь не включается оценочность. То есть я не выбираю, у меня нету торга, я не торгуюсь со Вселенной, дай мне это. Вселенная дает то, что нам нужно, не то, что мы хотим, а то, в чем мы нуждаемся, говорит мой учитель. Поэтому, находясь в состоянии готовности, я готов принять, чтобы это не было. Это поможет вам убрать вот эти кошмары, потому что кошмары, они приходят как раз-таки от страха, от того, что мои ожидания могут не оправдаться. Это мы с вами рассмотрели один сценарий из первого уровня. У нас есть еще, давайте так поставлю, второй сценарий, опять-таки, также на уровне души, проблемы нашей души. Эта карта связана, называется предательство. Это то, с чем вы будете сталкиваться на протяжении всей своей жизни, и с этим вам придется поработать. Предательство здесь в контексте не только партнерских взаимоотношений, а здесь предательство еще идет по отношению к самому себе. Эта история, она учит нас быть в неком таком, знаете, доверии к себе, не бояться проявлять себя. Давайте сейчас я посмотрю на Таро более подробно, о чем здесь речь идет, предательство. Вот как раз-таки карта целей вышла. Гармония. Здесь, знаете, карта, история говорит, не предавать самому себя, я бы так сказала. И в те моменты, когда вы предаете сами себя, мир вам будет это зеркалить и показывать через предательство других людей по отношению к самому себе. Что это значит? Если вы наметили в своей жизни какие-то цели, да, и вы устремились к ним, вы хотите это получить. А здесь у нас история идет про то, что я хочу получить опыт, я хочу завоевать, я хочу узнать этот мир. И когда вы себе намечаете некий такой вектор достижения того, что вы хотите в какой-то момент, здесь какие-то детские ваши воспоминания, может быть, будут здесь родительские какие-то сценарии, может быть, здесь будет какой-то ваш прошлый опыт непосредственно с вашим партнером, да, ну, с любимым человеком, с любимой женщиной, неважно. Иногда вот это вот желание угождать, желание подделываться по другому человеку, то есть у вас будут много таких проверок, когда вы будете выбирать либо себя, либо другого человека. И вот когда вы себя предаете в деталях, да, в мелочах, например, сказать мне это или не сказать, нет, лучше не скажу, чтобы не обидеть или там партнера, либо чтобы не поругаться, либо вот как-то вот вы подделываетесь, вот это вот подделывание, да, по другому человеку, но с какой целью? Чтобы быть в гармонии, да, чтобы избегать каких-то конфликтов. Здесь подделывание идёт, когда мы как будто бы, знаете, не доверяем вселенной, что иногда конфликты, они нужны для того, чтобы мы высветили какие-то свои аспекты, да, для того, чтобы мы научились договариваться с другими людьми, для того, чтобы мы начали понимать и осознавать, что есть другая точка зрения, да, что есть другое мнение. И вот это вот наше желание нравится всем, угождать всем и так далее. Она, это как раз и детская позиция, поэтому здесь выпала шестёрка кубков, когда мы чувствуем себя как маленький ребёнок. И вот эти вот предательства по отношению к себе, когда мы что-то хотим, но мы этого не делаем. Когда мы, например, сами себе говорим, что всё, ну, например, я не буду больше есть сахар. И при первой возможности как будто бы забываем об этом, либо придумываем все какие-то сценарии и продолжаем есть сахар, зная о том, что это яд. И так далее, и так далее. То есть мы, по сути, придаём свои собственные желания, мы придаём свои собственные планы, свои собственные какие-то намерения. И когда у нас это будет проходить в нашей жизни, для того, чтобы нам показать этот сценарий, где мы сходим своего собственного пути, где мы поддаёмся каким-то провокациям других людей, которые специально нас показывают и проверяют нас на прочность нашего желания, нашего намерения. Вот Вселенная, она будет нам показывать это через предательство других людей. Поэтому, если вас жизнь не предают, первое, не смотрите на людей, которые вас предали, а посмотрите, где, в каких моментах вы сами себя предаёте. Какой же здесь исцеляющий сценарий по предательству? Ну вот, выпала карта любви. Когда, то есть, любое предательство вы сможете исцелить непосредственно любовью. Любовью не к другим людям, а любовью в первую очередь к себе. То есть здесь нужно подумать, а почему вы не ставите себя на первое место, когда хотите угождать другим людям? Почему вы не выбираете себя? Почему либо сравниваете себя? То есть, когда вы говорите этому человеку нужнее, чем мне, почему всё время идёт вот это вот сравление «я» и другие? Именно предательство сможете исцелить любовью вот с этой точки зрения. Не потому, что я его люблю, и поэтому я, допустим, выбираю этого человека. Нет, это здесь опять-таки есть некий такой подвох, то есть я выбираю тебя, я хочу быть для тебя хорошим, чтобы потом получить что-то от тебя взамен. Потому что человеческая любовь, на самом деле, она достаточно эгоистична. Я выбираю, допустим, я тебя люблю за что-то, понимая, что я хочу получить от себя что-то. Поэтому этот сценарий, он лечится любовью. И ещё один сценарий первого уровня рассмотрим – это страдания. Страдания, но мне кажется, здесь не нужно пояснять, да. Страдания именно в контексте того, что мы выбираем этот сценарий, что в жизни нужно страдать, в жизни за всё нужно платить. Вот это вот какая-то модель жертвенности. Она у вас будет, то есть вот эти три модели, они у вас будут на протяжении всей жизни проходить. Давайте всё равно уточню немножечко страдания. Знаете, здесь страдания два великих аркана, Воколы Солнца и Верховная Жрица, говорящие о том, что, поясняя, да, вот эту вот модель страдания, когда мы… Здесь опять-таки один из аспектов Верховной Жрицы, он говорит про оценочность, да, когда мы выбираем страдания, потому что мы не уверены в себе, мы недостаточно, по аркану любви, да, недостаточно любим себя, на заниженная самооценка. Здесь вопрос с самооценкой будет проходить на протяжении всей вашей жизни. Здесь страдания будут, знаете, в контексте того, что меня не выбирают, да, если это взаимоотношения, меня не признают, я останусь немножечко в сторонке, в тени. Здесь вопрос в том, что вы будете страдать в те моменты, когда вы не будете слушать свой внутренний голос. И здесь сразу выпадает солнце, как в негативном аспекте, я его здесь считываю, потому что все-таки негативный сценарий, проявление эгоизма. То есть здесь эгоизм будет проявляться через страдания, через то, что я бедный, несчастный. Вы будете притягивать к себе эти ситуации, в котором вам нужно будет все выплакивать, да, это будет тяжело. Ну вот просто такой сценарий, что в жизни все трудно дается, да. Как его излечить? Это страдальчество. Через приключения. Через, как раз таки, прям, смотрите, как хорошо пересекается с вопросом о готовности. Вы сможете избавиться из своего страдания, тогда, когда вы поймете, что жизнь – это некое такое приключение жизни, что здесь надо менять отношения, что не то, что я страдаю, а любопытно, да, то есть включать вот именно непосредственно любопытность, потому что здесь у нас кошмар, да, проходил по негативному сценарию. Чтобы прорабатывать вот эти вот страхи, включать любопытство. Окей, со мной это произошло, а что будет дальше, да? А мне вот любопытно. А для чего я это создала? Вот когда будете включать любопытство, будете смотреть на мир открытыми глазами. Что это значит? Как дети, без какой-либо оценки. Здесь вопрос оценочности, вот он проходит прям по всем трем сценариям. Все оцениваем, все сравниваем. И вот это вот и является некая такая иллюзия и придуманность ваша. Поэтому смотрите на мир, как на некий такой квест, что ли. Вот я зашел в эту комнату, ой, здесь страхи, а вот мне любопытно, да, что сейчас будет, откуда выйдет какая-то страшилка, меня напугает, либо еще что-то. Где этот ключ, который поможет мне открыть эту дверь? Вот когда вы будете относиться к жизни как к приключению, да, тогда вот этот вот сценарий, жертву, он у вас не будет включаться. Понимаете? То есть опять-таки через исцеляющие истории я говорю вам ключ к тому негативному сценарию, который у вас есть. Вы можете отследить и потом перепроверить, что если бы в этой ситуации я бы себя повел, вот как говорит в исцеляющей истории, да, на жизнь как приключение, как некий такой кость для взрослых, когда просто пробую, да, преодолеваю, что и как, мне любопытно, что бы вышло, будет ли тогда вот это вот ощущение страдания или нет. Так, это было, условно говоря, три вот эти позиции, основные сценарии, которые будут проходить на протяжении всей вашей жизни. Я же сказала, что расклад большой будет. Уже мы не говорим 40 минут. Хорошо. Дальше я буду по одной карте вытаскивать, чтобы не было достаточно долгого. Вторая позиция – это непосредственно ствол нашего дерева. То есть каким образом вот эти проблемы, о которых мы говорили ранее, да, они будут проявляться в вашей жизни. Хотя я уже вытащила, да, уточнение по Таро, но все равно, все так вот подниму, чтобы видно было. Здесь у нас, значит, было предательство, здесь у нас был кошмар, и здесь у нас было жертва, страдание. Как будут эти проблемы проявляться в вашей жизни? Через войну, через внутреннюю вашу войну, через внутреннюю борьбу, постоянно. Как делать? Как быть? Вот, знаете, здесь такое некое беспокойство, да, когда вы будете сражаться, причем, знаете, иногда вот эти вот внутренние сражения, здесь я очень это хорошо чувствую, они идут, связаны с неким таким упрямством. Это вот на нашем внутреннем уровне через какие-то диалоги, то есть внутри себя вы как будто бы видите этот сценарий с тем или иным человеком, либо в ситуации, и вы его постоянно прокручиваете. А надо было сделать вот так, а надо было сделать вот так, и вот вы как будто бы вот своей голове воюете с какими-то воздушными вот этими ветряными мельницами. Когда здесь очень красиво в карте войны отрисован интересный сюжет, говорящий о том, что мужчина, вот так, да, мужчина с женщиной борются и сидит некая сущность, да, между ними и питается их энергией. То есть каждый раз, когда вы внутри себя включаете вот эти вот внутренние диалоги борьбы, а здесь больше борьба внутренняя, нежели внешняя, тем самым вот этими своими энергиями, своими эмоциями вы начинаете подпитывать вот этих сущностей, и после такого внутреннего, очень интенсивного, агрессивного диалога с самим собой, у вас будет опустошение. Вам будет не хватать энергии, вы будете чувствовать себя обесточенным. И казалось бы, что во внешнем мире это ничего как-то не выражается, а вот почему-то у меня не хватает сил, потому что все время сражаетесь сами с собой. Это только будут вот эти вот сценарии проявляться. Особенно если это говорит о неком предательстве. Будете постоянно прокручивать, прокручивать, прокручивать одни и те же сценарии. Либо страдания, да, когда меня бросили, меня предали, со мной плохо обошлись, вы будете вот себя укорять, как-то винить. Хорошо, что вам поможет вот этот вот сценарий внутренней борьбы, внутреннего диалога исцелить, да. Партнерство. Партнерство. Карта, говорящая о том, что вам нужно будет... Вот смотрите, как карты венесон, говорят друг с другом, да. Здесь идет борьба, условно говоря, между мужчиной и женщиной. А здесь мужчина и женщина находятся в неком таком балансе, да, между собой. И есть некие руки, которые их держат, руки вселенной и любви. То есть вам нужно будет приходить к некому, к некой такой внутри себя договоренности. Не бороться с самим собой, прокручивая сценарий, а надо было мне так сделать, а надо было мне иначе сделать. А просто понимать, насколько вот этот вот внутренний диалог, а я люблю в последнее время говорить об этом, насколько внутренний диалог абсурдный. То есть зачем внутри себя бороться, с кем вы боретесь внутри себя, найдите мир внутри себя. Никто не живет там, то есть нету, как бы так сказать, внутри вас нету человечков, да, которые между собой разговаривают, которые между собой борются. Просто задумайтесь над тем, когда вы прокручиваете вот эти вот все сценарии о том, что я бы так сказал, со мной так поступили, и это начинает вас включать те или иные эмоции. Остановите себя на голове и подумайте, а с кем я разговариваю? И кто это внутри меня разговаривает? То есть вот это вот некое успокоение, да, оно и приведет вас к партнерству. Вы сможете примирить то внутри себя, то, чего нету на самом деле. В идеале было, конечно, бы это истребить этих человечков, которые вы внутри себя рассаживаете, да, когда обозначиваете всех тараканов, поименок и такой, и такой, да, вот, и всех своих демонов. Но останавливайте себя в этот момент и задавайте себе вопрос, а кто внутри меня говорит? Кто внутри меня борется? Для чего? Это поможет вам некому такому успокоению. Хорошо. Идем дальше. Третья позиция у нас говорит непосредственно о материнском утробе. То есть здесь у нас идет история, которую вы писали, будучи в утробе своей матери. То есть любая серьезная травма, которую мы получаем непосредственно при беременности нашей матери, показывает, в каком аспекте жизни проявляется важный вопрос души. То есть обращаю ваше внимание на то, что здесь мы пишем историю, мы пишем, не селенная, а мы пишем, когда мы уже в утробе матери. Когда у нас уже есть некая связь с матерью, мы пишем сценарий. Вот. И здесь мы написали сценарий непосредственно в месте. Вот как хорошо. Смотрите, как у нас прекрасно. Ранее нам говорилось, что вот эти вот все наши сценарии, о которых я говорила, первично в корнях, в стволе у нас будут прорабатываться на протяжении всей жизни, да, как война. И вот эту вот войну, на самом деле, мы ее прописали как месть, будучи уже в утробе матери. То есть мы для себя выбрали уже какое-то направление, да, уже некую вот эту вот воинственность. Мы уже родились такие, да, готовные на борьбу, готовные жить в каком-то вот таком агрессивном мире. И это имейте в виду для себя, что изначально наша позиция, она направлена на то, что весь мир, я не нахожусь в безопасности, мир опасен, и мне нужно быть на страже, потому что если вдруг меня кто-то предаст, да, вот здесь мы говорили, либо я буду страдать, я должен мстить, да, в первую очередь, поскольку здесь вот в утробе матери, здесь уже непосредственно месть матери самой. Ну, я вот хочу просто уточнить на Таро, о чем здесь речь идет, о какой мести идет, кому мы мстим. Ну, и выбыл высший суд. Карта высшего суда говорит о том, что здесь, возможно, идет отработка вашего рода, либо за вашу семью. То есть здесь идут сценарии, которые, может быть, в роду приняты, да, в семье, что вот была вот эта вот некая агрессия, то есть либо по одной линии, либо по другой линии, либо между собой вообще мужчины, женщинами воевали, кто-то астаивал, кто-то, вот такое ощущение, что здесь кто-то кого-то предавал, да, уже из-за родителей. Вы родились уже в таком сценарии. Это очень важно сейчас это понимать, потому что иногда мы чувствуем себя виноватым, что почему у меня в жизни что-то не сложилось, и вот там предают ли вы еще что-то. Вот здесь вот как раз-таки это, это, как бы так сказать, ну, условно говоря, какая-то такая родовая программа, которую вы отрабатываете. Это то, что вы выбрали для некого такого, во-первых, исцеления вашей собственной души, а во-вторых, привнести, не очистить ваш род. Мы не можем очистить наш род полностью, нам одной жизни не хватит, потому что род, он, ну, там много, много людей было, много воплощений было, и каждого очистить мы не можем, но привнести какую-то свою часть, свою долю, свою песчинку в этой пустыне мы можем. И как вы здесь можете исцелить вот эту вот месть, которая присутствует, вот эта вот, знаете, борьба, ненависть одного пола к другому, либо одной ветке к другой, либо непосредственно к миру. Знаете, здесь выпадает карта пророка. Карта пророка говорит именно о получении неких таких знаний, то есть вы должны будете стремиться именно к пониманию того, что мир, он, он безопасный, мир любят, не люди, а именно мир, именно природа, в которой мы живем, она очень доброжелательна к нам, но к этому вы должны прийти, до этого вы должны дорасти, до этих знаний, до этих пониманий. Здесь такое ощущение, что вот вас специально ведут в неком таком направлении, чтобы вы начали изучать эти законы, связанные непосредственно с мирозданием, да, и одержали некую победу. Над чем? Над самим собой, над самим собой, чтобы вы пришли вот к внутреннему, помните, вот здесь вот мы говорили про партнерство, а здесь выпала карта милости, когда мы приходим непосредственно к любви нас самих внутри себя, как некая такая голограмма отображения нашего мира, нашей природы, нашей вселенной. То есть помирив и придя к любви внутри себя, мы сможем это замечать вовне. Тогда мы не будем, у нас, как бы так сказать, не будет такого желания тогда мстить кому-то за что-то, потому что если внешний мир будет отображение моего внутреннего состояния, а внутри у меня будет спокойно, кому тогда мстить? Этой агрессии не будет, тогда вместо агрессии, вместо вот этого так галеного, такого электрического провода не подходи, убью, у нас появится нормальный провод, изолированный, который не бьет током, да, который достаточно безопасный. Здесь вот такая вот позиция идет. Хорошо, смотрим дальше. Окей. Большой момент, когда мы... А в каком аспекте будет проявляться, да, я не посмотрела. То есть в каком аспекте жизни проявляется вот этот вот важный вопрос души. Представляете, вы помните яблок. Вот это вот месть, да, это желание, там, где у вас есть зависимости, там, где у вас есть искушение, а 15-й аркан, он у нас пронизывает абсолютно все сферы нашей жизни. Почему? Потому что это система. Дьявол у нас отображает непосредственно материю и отображает непосредственно систему. А мы все живем в системе, мы все живем в матрице, поэтому здесь абсолютно во всех аспектах, здесь конкретно какой-то аспект не скажем. То есть на протяжении всей вашей жизни в любой сфере может отыграться этот сценарий. Хорошо. Кстати, желание здесь именно по дьяволу может быть власти, некой такой власти отсюда и месть. То есть я сильнее, я могу мстить, это, ну, здесь проверки на силу и на власть идет. Хорошо. И вот мы родились, значит, и четвертая позиция у нас говорит о рождении. Здесь мы смотрим с вами выбранную модель жизни, которая показывает, как на основе вот этих выбранных моделей мы проживем данную жизнь. Какую модель жизни мы выбираем? А вот разбитое сердце выпало. Смотрите, как хорошо. То есть и всех вот этих вот сценарий, да, мы, первый, второй, третий, да, когда у нас был кошмар, предательство и страдания, нападает карта разбитого сердца. Это темная история, да, которая говорит, что мы будем выбирать именно вот эту вот модель жизни, когда она постоянно будет разбивать сердце. Причем самое интересное, что, а для чего мы этот выбираем этот сценарий, хочется сказать, поэтому и предательство, да, что на самом деле мы придумали себе этот, понимаете, как интересно устроить, да, то есть мы выбираем себе сценарий, мы его просто проигрываем, а потом сидим, смотрим, раскладываем, думаем. Ну, почему я, со мной то или иное произошло, и что мне нужно сделать? Потому что мы выбрали разбитое сердце, когда мы друг друга не понимаем, хотя мы абсолютно одинаковые. Здесь выпадает аркан смерти. Аркан – это путь нашего взросления, да, то есть мы выбираем эту тему как раз-таки для того, чтобы проходить какую-то трансформацию. То есть вот разбитое сердце, если вы часто встречаете в своей жизни, вы этот сценарий выбираете для того, чтобы через него меняться. Кто-то может выбрать любой сценарий, но в вашем случае, когда вы чувствуете именно душевную вот эту боль, ну, душа болеть не может, но проявление на эмоциональном уровне, да, когда нам больно, когда нас предали, вот это вот, вот эти неприятные, да, очень насыщенные эмоциональные переживания сердечного, да, такого плана, они как раз-таки запускают вас в момент трансформации. То есть если бы не было этого, вы бы не менялись, вы бы не смогли прийти как раз-таки к королю жезлов, человеку, который развивается. Человек, плюс ко всему, разбитое сердце, вам нужно научиться коммуницировать с людьми. Помните, там выходила месть, когда мы мстим, когда мы не понимаем других людей, когда мы ограничены в своем восприятии мира и другого человека, здесь как раз-таки одна из трансформаций в развитии непосредственно уметь договариваться, общаться с другим человеком, быть услышанным, быть понятым. Потому что король жезлов – это все-таки коммуникация, это все-таки умение договариваться, умение взаимодействовать. И мы здесь растем через это, через общение. Поэтому это будет ваша модель жизни, умение договариваться, общаться с другими людьми. И каждый раз, когда у вас будет разбито сердце, это будет запускать в вас процесс перемен и трансформации. Что вам поможет здесь в этом сценарии? Направляющая сила. Аркан говорит о том, что вам здесь придется непосредственно доверять своему внутреннему учителю, который вас ведет по жизни. Здесь вопрос доверия будет вставать. Да? Не бороться, а уметь доверять. Уметь. Вот вопрос доверия здесь у вас будет проходить на протяжении всей вашей жизни. Вас будут направлять силы, и вы должны будете о том помнить. Здесь я говорила о том, что вы должны будете научиться законам Вселенной на пути вашего развития. Вот один из таких законов, то есть именно доверие, да, и умение слушать себя, свой внутренний голос, который вот здесь вот страдание вышел у нас, верховная жреца, который говорит уметь слушать себя, слышать себя, свой внутренний голос. Хорошо. Следующая позиция, это у нас период младенчества, карта, которая указывает непосредственно на наши потребности, страхи, там, одиночество и так далее, и так далее. То есть что вообще нам в жизни понадобится, да, там, страхи и какие-то потребности наши. Чувствовать себя нелюбимым, чувствовать себя нелюбимым. Вот это вот ваш страх, постоянно. Он будет у вас, он зародился у вас в младенчестве. И знаете, что я нелюбима, он будет, может проходить до того, что вас в детстве, может быть, оставляли долгое время дома, одного либо одну. Такое, знаете, ощущение покинутости, когда кто-то приходит гость, а вам говорят, посиди вон там в сторонке, да, здесь взрослые говорят, а вам хотелось быть рядом с ними. Когда вроде бы все вместе, все вроде бы радуются вокруг, а вы как будто бы, ну, изгой какой-то. И вот это чувство, что меня, меня не любят, что я никому не нужен. Вот это вот чувство, оно у вас будет очень ярко выражено на протяжении всей вашей жизни. Вот эти ваши, ваша потребность, да, полюби меня. Это будет самый важный аспект вашей жизни. Как его можно будет исцелить? Сейчас я уточню, как называется рай на земле, я ее не совсем понимаю. Освобождение. Вам нужно будет освободиться именно от желания, чтобы вас любили другие. И вы это сможете сделать через ощущение, знаете, вот рай на земле, вот это вот, найти это состояние некого такой, некой наполненности. Вот вам вашу жизнь все время нужно будет наполнять чем-то, чтобы у вас не возникала потребность получать подтверждение извне, что вы нужны кому-то, что вас любят. Когда вы находите свое любимое дело, любимое занятие, любимое хобби, вот оно вас наполняет, вдохновляет, воодушевляет. Вот и тогда вы ощущаете вот этот вот рай, радость земли, внутри себя, радость счастья. Вот эти вот состояния, они дают вам некое такое освобождение освобождение от того, что, опять-таки, от оценочности, что мне нужно извне это получить. А вам надо научиться внутри себя это взращивать, самостоятельно, через, опять-таки, повторюсь, через состояние, когда вы будете себя ощущать наполненными, когда вы, знаете, занимаетесь любимым делом либо чем-то, и вы настолько сфокусированы на том, чем вы занимаетесь и вас это наполняет, что вам уже нету нужды в других людях вокруг вас. Я не говорю, что вы отстранялись от них, а я говорю о том, что вам не нужно, не нужно будет внимания других людей, потому что вы и так наполнены, вы сами себя наполняли, вам нужно прийти к пониманию, что вы источник этих состояний. Не люди вам дают эти состояния любви, а вы чувствуете себя, когда вы влюблены, то есть не человек вас любит, а вы ощущаете любовь рядом с другим человеком, он просто вас включает это. Когда вы приосознаете вот эту вот вещь, вам тогда не нужен будет другой человек, который будет вас включать, эту любовь. Вы сами можете включать ее тогда, когда захотите. Хорошо. Идем дальше. Посмотрели младенчество, идем к детству. Детство. Модель души, которую мы пишем в детстве, мы уже родились, мы уже дети, это центральные тени нашей души. если они будут слишком темные, то это будет показывать то, что мы их компенсируем чем-то. Вот какие у нас модели мы в детстве писали, давайте посмотрим. Знаете, вот в детстве мы писали сценарий наперекор всем препятствиям. этот сценарий говорит о том, что сами себе придумываем какие-то сложности. Да, помните, у нас модель страдальца такого, некого. И сам создаю себе этот квест, и сам борюсь с какими-то ветряными мельницами, и в конечном итоге я всем доказываю, какой я молодец. Вот наперекор всему, например, я влюбился в какую-то девушку и по каким-то причинам я не могу быть с ней. И здесь возникает вопрос, что почему ты выбрал себе например девушку, которая, ну, другой религии, да, условно говоря. Вот наперекор всем, я пойду и женюсь на ней. И вам говорят, ну, насколько ты осознаешь, что будут сложности, да, и они тебе будут в первую очередь, да, как-то вот причинять некие неудобства, то есть непонимание религии, непонимание веры другого человека, да, насколько ты готов. И вот здесь вот у нас, знаете, какая-то вот упертость проявляется. Нет, я это сделаю не потому, что я это хочу, а потому, что я хочу доказать кому-то. Здесь вот это вот в детстве желание доказать кому-то что-то. Вот. И в конечном итоге, да, я женился, кто молодец, я молодец, но потом, когда начинается проблемой, я никогда не признаюсь в себе и другим в том, что, блин, где-то я, возможно, ну, пошел неправильным путем. Надо было, может быть, не через борьбу, а как-то иначе приходить к этой цели. Вот здесь вот младенчество у нас были очень, о, в детстве, у нас были вот такая вот модель. Наперекор всем препятствиям и всем людям я буду победителем. Но здесь на самом деле эта модель именно действительно детская, сам придумал, сам вышел из нее победителем. Как нам ее проработать? Через ощущение, что на самом деле вас никто не сдерживает, вам никто не указывает, а вы самостоятельно выбираете себе те или иные сценарии. Да, то есть вы сами придумываете себе эти сложности. Есть пути намного легче, есть пути намного проще. Для чего? Задумайтесь, для чего вы выбираете самый сложный путь, для чего вам вы выбираете путь с разными рисками, приключениями, трудностями, преградами, когда можно пойти намного проще протоптанной какой-то дорогой, почему вы выбираете какие-то дебри. Да, то есть здесь нужно, возможно, освободиться от всех этих трудностей, которые вы сами себе напрягивали. Хорошо, мы идем дальше. Молодость, здесь уже идет окончание детского возраста до 9 лет и подростковый период. Здесь какие сценарии мы себе напридумывали? Я сирота? конечно же, в подростковом возрасте мы придумаем себе сценарий некой такой чужденности. я один, меня никто не понимает, я никому не нужен. В подростковом возрасте, конечно же, уже родители перестают быть авторитетом, авторитетом становится компания, улицы, друзья, соцсети, другие люди, только не родители. Здесь мы идем наперекор всем устоям, всем правилам, здесь у нас проявляется некое бунтарство и здесь нам приходится как в стае у животных занимать какое-то свое место в иерархии, да, и в зависимости от уровня души мы выбираем, кем мы будем, да, в этой стае лидерами, мы будем изгоями, либо мы будем там, витосом, самцами и так далее, и так далее в этой иерархии какое место мы выбираем. А вот вы выбрали место непосредственно я сирота, почему? потому что этот мир мне непонятен, мне непонятны его правила, мне непонятны его устои, мне непонятны его законы, вот, и я чувствую себя одиноким белой вороны, я не знаю, где мое место, я не могу себя найти. Как его излечить? Это мы смотрим уже подростковый, да, передо? Интересная карта, которая называется красивая жизнь, когда мы создаем вот эту вот красоту, либо мы начинаем замечать, но чтобы замечать красоту мира, мы должны в себе сначала выстроить, да, мы должны сначала внутри себя развить навык замечать эту красоту, да, то есть есть люди, которые ходят в музеи искусств, да, либо художеству, и вот кто-то смотрит на одну картину и думает, боже мой, что за бред, да, что здесь нарисовано, я ничего не понимаю, а есть люди, которые обучались, есть люди, искусствоведы, которые изучали эту тематику, у них внутри выражено вот это вот качество красоты, они смотрят на картину, да, они видят в ней другие, другие моменты, понимаете, они замечают то, что человек, который не воспитывали чувства прекрасного, не может заметить, не может заметить разницу красок, не может заметить вот эти вот ощущения красок, насколько они теплые, насколько они холодные, ну, очень много нюансов и деталей, вот здесь вот в вашем случае точно так же, то есть для того, чтобы вот это вот ощущение, что я белый ворон, я никому не нужен, это можно вылечить, исцелить красотой жизни, то есть научаться не выделять себя из мира, а научаться замечать красоту этого мира, что мир прекрасен в его разнообразии, и если я буду белой вороной, а другие будут черной, это, в этом и есть вся прелесть, свои собственные уникальности, здесь нужно найти свою внутреннюю красоту, свою внутреннюю уникальность, вот ту фишку, в чем не превосходство вами на других, а именно в разнообразии, да, насколько то, что есть у вас, нет ни у одного человека на земле из 8 миллиардов, а есть только у вас, вот это нужно искать, да, в чем вот эта вот красота у вас. Хорошо, дальше, идем дальше, ранняя зрелость, история, которая появляется в возрасте около 20 лет, или если они не появились, то они могут появиться в будущем, да, здесь в ранней зрелости, что у нас, ну, конкуренция, конечно же, здесь вопрос всплывает непосредственно уже конкуренции, если, конечно же, как сирота, я говорила, да, мы не сможем найти свое место в этом мире, свою уникальность, то у нас возникает вопрос конкуренции, опять-таки оценки, да, и здесь начинают проявляться эгоистичные моменты, да, когда мы сравниваем, я лучше, вы хуже, кто сильнее, но здесь вот чистой воды эгоизм, то есть здесь, ну, пояснять-то уже не нужно. Как исцелить это ощущение конкуренции, что, помните, у нас сценарий с самого начала некой враждебности, мести, мы родились уже в утробе, написав, что мы мстим, мир враждебный, и у нас вот это вот сценарий враждебности некого, он проскальзывает на протяжении всей жизни, конкуренция здесь, я должен конкурировать, да, для того, чтобы выжить. Здесь это исцелить можно духом творения, когда мы можем проявлять себя, вот эту свою конкуренцию, то, что я говорила, красивой жизни, когда мы это в себе взрастим, когда через дух творения мы начнем это уже транслировать вовне, создавать, творить, через что еще можно конкуренцию, через то, чтобы замечать какие-то приятные сюрпризы от жизни, которые нам она преподносит, ну и в принципе в этом-то и заключается вот ваша задача не конкурировать, а именно найдя свою уникальность, да, преподносить миру как подарок, что смотри, мир, я вот такой, это умеет только я, из 8 миллиардов больше никто, вот тогда вы будете выполнять, условно говоря, свою миссию, то есть я нашел ту уникальность, ту вишенку на тортике, которая есть только у меня, я открыто делюсь с ней, и дальше мы идем уже к зрелости непосредственно темной истории, которые появились либо появятся уже в зрелом возрасте, здесь каждый указывает свой период, что означает для него зрелость, если еще не доросли до этого уровня, то те сценарии, которые создается, ну вот здесь история неудачи, будете прорабатывать, да, я неудачник, неудачница по жизни, столько всего прожила, и ничему не научилась, ничего не добилась, и вот здесь вот опять-таки здесь уже включается не борьба, а некое страдание, вот этот сценарий, да, жертвы, и его можно будет проработать через примирение, как ни крути, ни верти, на протяжении всей жизни здесь у нас партнерство, здесь у нас примирение, вот этой двойственности, которая внутри вас присутствует, здесь такое ощущение, что вот одни и те же сценарии, разные интерпретации проходят, примирение, примирение своей вот этой вот двойственности и настоящей любови, что здесь примирение пара, что здесь настоящая любовь, учиться любить, то есть по сути даже на уровне родовой вот той программы, о которой я говорила, да, приходим к настоящей любви, к партнерству, то есть когда в вашей ветке либо по мужской линии, либо по женской, да, то же самое и в семье, когда была вот эта вот некая война, борьба между мужчинами и женщинами, да, гендерная такая, вот, когда мужчина, например, оставлял женщин, предавал, либо умирали рано, вот эта вот несовместимость, конечно, в итоге вы должны примирить, прийти к настоящей любви внутри себя, да, то есть через вас как будто бы род находит вот это вот примирение, очень большая задача на самом деле, и последний сценарий, немножко тороплюсь, потому что уже времени немного, места может быть не хватать на телефоне, последние годы это негативная модель, которая появится уже в финале вашей жизни, ну, либо близ этого финала, то есть это самая последняя, так скажем, историю негативную, которую нужно проработать, ну, здесь уже намного проще, здесь идет проекция, надеюсь, звуки с улицы вам не мешают, проекции, когда вы будете осознавать, что вы на самом деле то, чем наполнены, да, в принципе, то, с чем мы начали говорить, да, с чем родились, мы это проекцируем на других, что не мир агрессивен по отношению к нам, а мы, что люди, это вот последний ваш сценарий, вы, что люди есть отражение вашей собственной проекции, если вы на протяжении всей жизни не смогли проработать то, о чем вы говорили, эти сценарии, то уже позже, последние годы в вашей жизни, последние, это не значит год-два, может быть, последние десятилетия, условно говоря, вы будете прорабатывать сценарий проекции, то, чем вы наполнены, вы это будете видеть, замечать в других людях, и вы его должны проработать через единство, через единство, вот опять, да, через единство со всем миром, через понимание, что нету ты и я, а есть как раз-таки проекция меня на тебя, и если я эту проекцию убираю, то я вижу, что мы на самом деле едины, потому что каждый проигрывает свою роль в этой жизни, и только в связке меня, вас, других людей, мы все вместе играем какую-то определенную роль для нашего творца в этой в этой игре, и если мы уберем кого-то одного, какую-то часть, да, какое-то звено, как одну клеточку нашего организма, то организм, он уже не будет таким, как прежде, а все должно работать, все должно быть в унисон, все должно быть в гармонии, поэтому каждая клеточка нашего организма, она важна, и вот это будет последняя ваша проработка, и скорее всего с этим вы и перейдете в следующее воплощение, мы должны прийти в конечном итоге к состоянию счастья, то есть быть счастливым, если к концу своих дней вы будете ощущать себя действительно счастливым человеком, это будет показать того, что вы проработали этот сценарий, и велика вероятность, что в следующей жизни хотя бы некоторые из этих сценарий вам не придется отрабатывать заново, у вас есть возможность подняться уровнем выше. Вот такой глубокий расклад был сегодня, не знаю насколько он вам понравился, когда я его делала для себя, мне было очень интересно смотреть за своими сценарием, я прям была воодушевлена, когда смогла погрузиться глубоко в это, и понять, что на самом деле вот эти все сценарии, они действительно присутствуют в моей жизни и начиная работать с ними, я могу улучшить качество своей жизни, вот для чего я работаю, не столько даже для развития, а что само собой для меня разумеющееся, потому что исцеляя вот эти свои сценарии, я улучшаю качество своей жизни, я улучшаю, не знаю, как-то создаю свое будущее, то будущее, которое будет мне необходимо для дальнейшего пути. Я с вами прощаюсь до новых раскладов, я не думаю, что так скоро выздоровеет мой глаз, поэтому еще несколько раскладов я буду записывать с руками, я понимаю, что вам некомфортно, но пока не могу придумать ничего другого, более полезного или целесообразного для вас, жду вас на пятничных акциях, помните, что если у вас есть вопрос, как что-то сделать, то, конечно же, вы можете писать мне на почту, оставлять свою заявку и приходить на акцию. Любая информация обо мне, будь то мои услуги, будь то, я не знаю, как связаться со мной, контакты, они всегда есть в описании под этим видео. Я благодарю вас за внимание, жду ваших лайков, комментариев и до новых встреч, пока-пока.